Всем привет! Продолжаем маленькие экскурсии. Сегодня я хочу немножко вам рассказать о Вячеславе Константиновиче Плееве. Вячеслав Константинович фон Плееве. Российский государственный деятель, сенатор, статс-секретарь, действительно тайный советник, убитый сэром Егором Сазоновым в Петербурге. Вячеслав был единственным сыном Константина Григорьевича Плееве и учительницей Елизаветы Михайловой Шамаевой. Имел триста десятин приобретенного от жены имения в Калужской губернии. Его дед по отцу происходил из немецкой дворянской семьи, мать из калужских мелкопоместных дворян. С 1851 года семья жила в Варшаве и до шестого класса Вячеслав Плеев учился в Варшавской гимназии. В 1863 году в связи с начавшимся польским восстанием был отправлен к родным в Калугу, где в местной гимназии завершил среднее образование золотой медалью. Продолжено образование на факультете Московского университета, который окончил в 1867 году со степенью кандидата прав. В 1867 году был определен на службу кандидатом на судебные должности при прокуроре Московского окружного суда в чине калежского секретаря. И в течение последующих 14 лет служил по Министерству юстиции. Почередно занимал должности товарища заместителя прокурора при Владимирском и Турском окружных судах. Прокурора в Вологде, товарища прокурора судебной палаты в Варшаве. В 1879 году назначил прокурором Петербургской судебной палаты. Император Александр II заметил плеви и указал на него министру внутренних дел графу Лорис Меликова. В 1881 году после убийства императора Александра II был назначен директором департамента государственной полиции. Проводил энергичные и успешные действия по разгробу террористической организации «Народная воля». Им совместно с подполковником Судейкиным разработана система тайной агентурной работы внутри революционных организаций, не знавшая подобных масштабов России. 15 мая 1883 года «Тайный советник». В 1884 году назначен сенатором. Присутствовал в первом департаменте правительствующего сенатора. В 1894 году назначен государственным секретарем и главноуправляющим кодификационной частью при Госсовете. В 1899 году произведен в чин действительного тайного советника. 17 августа 1899 года назначен исполняющим должность министра статсекретаря Великого княжества финляндского с оставлением в должности государственного секретаря. При его деятельном участии был составлен новый устав о воинской повинности Финляндии. Издан манифест о введении русского языка в дело производства, сената и административных учреждений края. 4 апреля 1902 года после убийства Сипягина, это русский государственный деятель, министр внутренних дел в 1899-1902 годах. Назначен министром внутренних дел и с шефом корпуса жандармов. На этом посту последовательно проводил жесткую политику в отношении оппозиционных и революционных движений. При нем подавлены крестьянские выступления в Болтавской и Харьковской губернии. Состоял членом первой монархической организации в России русского собрания, которую сам чуть было и не закрыл по доносу. Академик Инжул отмечал, он много читал, наблюдал и думал. И к моему большому удовольствию оказался очень начитанным произведением Салтыкова Щедрина. По воспоминаниям графа Витте, бывшего политическим соперником Плеве, Плеве якобы говорил о русско-японской войне, нам нужна маленькая победоносная война, чтобы удержать Россию от революции. Впервые эта приписываемая Плеве фраза была опубликована в книге «Исход российской революции», но современники считали эту книгу инспирированной или даже написанной самим Витте. За службу награжден рядом высших российских родинов, вплоть до ордена святого Александра Невского включительно. 15 июля 1904 года в Петербурге на Измайловском проспекте, недалеко от Варшавского вокзала, был убит эсэром студентом Егором Сазоновым, бросившим бомбу в его карету. Поводом для убийства послужили еврейские погромы в Кишиневе. В апреле 1903 года событиями тех дней воспользовались все революционные партии России, возложившие вину на министра Плеве. Организацией убийства занималась боевая организация партии социал-революционеров, считавшая террор единственным эффективным методом борьбы. Операция, которую руководил Эвна Азов, получила название «Поход на Плеве». План заключался в следующем – изучить маршруты еженедельных поездок министра в Царское село для докладок Николая II, а затем послать группу боевиков в заранее определенное место. Азов лично подобрал кандидатов и назначил руководителем и координатором связи Бориса Савенкова. Первое покушение сорвалось. Заподозрив за собой слежку, покинул свой пост Абрам Боришанский. Следующую попытку назначили на 24 марта. На маршрут следования вышли Алексей Покатилов и Боришанский, лично пожелавшие реабилитироваться в глазах товарищей по партии. Однако в этот день экипаж Плеве проследовал по другому маршруту. Следующее покушение было назначено на 1 апреля, но Алексей Покатилов в ночь на день покушения погиб в гостинице «Северная» от разорвавшейся в его руках бомбы. Полиция начала расследование. Все участники группы Савенкова спешно покинули Петербург. Покушение отодвинулось на неопределенный срок. Азов собрал всех в Швейцарии и первым делом начал изгонять из партии тех, кого посчитал трусами, вынес приговор Савенкова, потребовало ЦК пополнения кассы боевой организации. Следующее покушение было назначено на 15 июля. Первым шел с бомбой Боришанский, который должен был пропустить карету Плеева мимо себя. За ним следовал Егор Сазонов, основной метальщик. И за ним следовали Каляев и Сикорский, которые должны были осуществить покушение в случае пробуха Сазонова. А в случае, если карета повернет назад, дело должен был довершить Боришанский. При виде кареты Сазонов сошел с тротуара, кинул в нее бомбу. Плееве был убит с первого раза. Позже, вылечившись в тюрьме от увечий, полученных при покушении, Сазонов написал в своих мемуарах, что он в этот день молился, чтобы жертва не осталась живой. Император Николай II и его супруга Александра Федором прислали вдове министра внутренних дел Плееве телеграмму. Словами утешать трудно, но верьте чувствами нашего искреннего соболезнования вашему тяжелому и неожиданному горе. Да подкрепит Господь вас и семью вашу неиспосланном им испытании. Александра Николая. Слова соболезнования передала вдовствующая императорица Мария Федорна. Поражена известием о злодейском преступлении, ибо в ужасном несчастье так жестоко вас поразивши. От сего сердца выражаю мое искреннее участие вашему глубокому горе. Похоронен в Плееве в Санкт-Петербурге на Новодейщем кладбище. В родовой сыпальнице могила утрачена. Плеев был женат на Зинаи Николане в Жумецкой Грицевич, дети Николая и Елизавета. Все, пока-пока, до свидания. Сегодня немножко узнали о Вячеславе Константиновиче Плееве, о российском государственном деятеле. Я пользуюсь в Википедии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова